Для обеспечения гарантированной качественной подготовки к работе ленточных пил, мы предлагаем вашему вниманию станки нового поколения, разработанные и изготовленные фирмой Vestron A. На наших станках любой, даже совсем не подготовленный человек, быстро и с максимальным качеством сможет готовить пилы к работе. Это станок для автоматической точной заточки ленточных пил профильным эльборовым диском PZSL 30-60 и станок для полуавтоматической гарантированной точной разводки ленточных пил RS-30-60. Все, кто уже работает на ленточных пилорамах, прекрасно знают, найти хорошего заточника для качественной ежедневной подготовки пил к работе на обычных заточных и разводных станках практически невозможно. Отсюда все проблемы. Неправильно подготовленные пилы не пилят, волнят, постоянно рвутся. А вместо планируемой прибыли получается одна сплошная головная боль. Наши станки созданы для решения на местах этой основной кадровой проблемы. Теперь расскажем подробнее о каждом станке. Начнем с заточного станка. Повторю, точить пилу на нашем станке может любой, абсолютно неподготовленный человек. Ему нужно только вставить пилу в станок, подвести к пиле заточной диск и через 5-7 минут вынуть заточную пилу из станка. Всю работу станок сделает сам. Причем за работой станка не надо следить. После проточки всей пилы он автоматически остановится. Во время заточки вы можете заниматься любым другим делом, например разводкой, и взять пилу со станка, когда это будет удобно. После заточки все зубья пилы будут иметь абсолютно одинаковый профиль с необходимыми передним и задним углами и полностью проточенными впадинами. Происходит это благодаря тому, что зубья пилы протачиваются не последовательно, а сразу одним вхождением широкого профильного эльборового заточного диска. Эльбор обладает твердостью чуть меньше алмаза, поэтому протачивая зубья пилы он практически не стачивается. И до конца своего ресурса точно держит форму зуба, то есть его не нужно править. Эльборовые заточные диски наша фирма изготавливает практически на все виды пил. Мы гарантируем их ресурс минимум на 10 км проточки или примерно на год работы одной пилорамы. Добавлю к этому, ресурс аналогичных дисков других производителей при большей цене обычно составляет максимум 5 км. В результате вы получаете. Так как все углы одинаковые и необходимы величины, пила будет пилить хорошо даже на максимальных подачах. То есть пилорама может использоваться на максимуме своей производительности с получением пиломатериала необходимого качества. Так как впадины всех зубьев полностью проточены, в них не остаются точки напряжения. Пилы после заточки эльборовым диском реально работают в 2-3 раза дольше. И только за счет экономии на пилах, в зависимости от ваших объемов работы, станок реально окупает себя за 1-3 месяца. При затачивании же пилы на обычном проходном заточном станке, точно проточить необходимые углы на каждом зубе практически невозможно. Очень часто углы отличаются даже на соседних зубях. Пилы поэтому пилят в основном плохо или очень плохо. Узкий заточной круг никогда полностью не протачивает профиль зуба. В непроточных полностью впадинах остаются точки напряжения, где при натяжении пилы развиваются микротрещины, ведущие к ускоренному разрыву пилы. Таким образом, при заточке пилы на нашем станке решаются три основные проблемы. Не надо искать специального высококвалифицированного заточника. Точить на станке, повторю, может любой неподготовленный человек. Пилорама может работать на максимум своей производительности, то есть приносить максимальную прибыль. Пила работает в 2-3 раза дольше, чем после заточки на обычном проходном заточном станке. Теперь покажем, чем отличается наш станок от подобных станков других производителей. Все детали станка выполнены на ЧПУ с точностью 10 микрон. В нем установлены усиленные подшипники повышенного класса точности. Заводские двигатели перебираются для устранения люфтов на валах. Все это позволяет станку работать длительное время практически без люфтов и с нулевыми биениями. Самое страшное для заточного диска – это люфты станка. Если они есть, они есть на всех обычных проходных заточных. И, соответственно, остаются на тех заточных, которые при помощи другого кулачка переделывают на работу с люфтовым диском. На таких станках диск при точении начинает непредсказуемо бить то по передней, то по задней грани, разбивая профили зубьев пилы. Затем уже острые кончики зубьев начинают резать диск, значительно сокращая срок его работы. Таким образом, даже начав нормально точить, такие станки убивают диск уже через 500-700 метров, что становится экономически невыгодно. Цена таких станков обычно 30-40 тысяч рублей, и это просто выброшенные деньги. Проточив почти 6 лет в нашем сервисном центре пилы на заточном станке с профильным буразоновым диском фирмы Woodmazer, мы прекрасно знаем все недостатки этого станка. Попытки хорошо повторить этот станок прибалтийской фирмы ERM и питерской Real оказались, на наш взгляд, хуже аналога, да к тому же еще и дороже. В нашем же станке мы убрали все недостатки Woodmazer станка и добавили то, чего в нем не хватает. Для наглядности покажем эти усовершенствования. На наших станках установлен мощный шестеренчатый масляный насос, позволяющий работать почти с любым типом масла и при низких температурах. В Woodmazer стоит очень слабый масляный насос, способный хорошо работать только на определенном типе масла и температурах выше 15 градусов. При меньших температурах масло чуть загустевает и слабый насос уже не может его прокачать. Перед началом работы необходимо сначала специальным нагревателем разогреть масло, чтобы оно стало более жидким. На наших станках при длительной работе масло не подгорает. В Woodmazer даже при заточке одной пилы масло сильно подгорает, то есть требуется обязательная принудительная вытяжка. Если ее не включить, очень скоро на заточном участке воздух становится настолько грязным, что просто невозможно дышать. На наших станках всегда хорошо виден поток масла, подаваемого на заточной диск. В Woodmazере во время точения не видно, поступает ли через форсунки масло на заточной диск. На наших станках для обеспечения постоянной качественной очистки масла установлен каскад фильтров. Большой круглый сеточный фильтр стоит под заточным диском и собирает в основном крупные металлические фракции. Сильный магнит, установленный возле перетекающего отверстия в емкости масляного насоса, собирает мелкие металлические фракции. П-образный сеточный фильтр, установленный перед масляным насосом, предназначен в основном для сбора неметаллических фракций. Неток, ответыши, опилки, смола и т.д. В Woodmazере стоит только один магнит, который не способен обеспечить качественную очистку масла. Он не полностью собирает металлические фракции и пропускает все неметаллические, которые во время точения быстро забивают форсунки маслопровода, уменьшая или совсем прекращая поступление масла на заточной диск, что приводит к некачественной заточке зубьев пилы, прижогам и сильному сокращению ресурса диска. На наших станках масло на диск подается через 6 форсунок. Даже если забивается 1-2, потока масла на диск достаточно. При засорении форсунки легко прочищаются по месту любым приспособлением типа проволочки. А так как они сделаны относительно большого диаметра, то давление масла, грязь выбивается наружу. При сильном засорении системы сбоку форсунок откручивается винт, и вся грязь сразу выбивается напрямую. Затем вид закручивается обратно. Вся прочистка занимает не более 1 минуты. В Woodmazере масло на диск подается всего лишь через 2 форсунки, очень маленького диаметра. При работе станка система маслоподачи забивается очень часто. Так как во время точения не виден поток масла, при его отсутствии зубья прижигаются, ресурс диска уменьшается. Для прочистки необходима разборка системы маслопровода, отсоединение форсунок и прочистка их отдельно. С остановкой работы станка на 15-30 минут. На наших станках все двигатели рассчитаны на круглосуточную постоянную работу. В Woodmazере двигатели рассчитаны только на 2-3 часа работы. Сильно разогреваются, и если не делать перерыв, могут перегореть. На наших станках для предотвращения выработки упор толкателя зубопилы сделан вращающимся и съемным. Дополнительно к этому толкатель движет упор не по прямой, а по эллипсовидной траектории. В Woodmazере упор толкателя закреплен и несъемный. Относительно быстро в нем образуется выработка, не позволяющая точно подавать зуб под заточной диск, что приводит к некачественной заточке зубьев пилы и сокращению ресурса диска, так как он начинает бить то по передней, то по задней грани зуба. На наших станках для предотвращения образования выработки на опорах пилы они сделаны вращающимися. В Woodmazере спинка пилы относительно быстро образовывает выработку в неподвижных опорах, и пила начинает подаваться под заточной диск рывками, что также приводит к некачественной заточке. На наших станках механизм подачи зубьев пилы сделан так, что при точении масло сильно разлетается во все стороны. Для защиты требуется специальный кожух. На наших станках для точной подачи масла и устранения его разбрызгивания масляный насос имеет плавную регулировку. В Woodmazере такая функция просто отсутствует. На наших станках удобное местное освещение. В комплект входит специальный прожектор. В Woodmazере нет местного освещения. Трудно настраивать правильное врезание заточного диска. Плохо видны протачиваемые грани. Можно не увидеть, что ревещая кромка плохо проточена, и снять незаточенную пилу со станка. В заключение могу только добавить. Я знаю несколько мест, где директора производства покупались на известную марку и приобретали для своих производств Woodmazерский заточной станок с профильным диском. Затем на соседних производствах ставили наш PZSL 30-60. И уже проводя сравнение рядом работающих заточных участков, первые, приобретая у нас заточные диски к своим Woodmazерским заточным, сожалели о своем выборе. Так как заплатив больше, реально они получали худший результат работы. Теперь расскажем о нашем разводном станке. Но сначала объясню, почему на обычных разводных станках практически невозможно получить качественный развод зубьев пилы. Все разводные станки работают по принципу. Двух параллельных пластин, внутри которых находится тело пилы, и двух штырей, которые должны поджимать тело пилы внутри этих пластин во время развода зуба. На самом деле, практически на всех разводных параллельные пластины никогда реально не бывают параллельными. Обязательно есть перекосы в одной или двух плоскостях. Штырей обычно слабые, часто просто перекошенные. Механизм надавливания может быть разным. Причажный, эксцентриковый, винтовой. Это не имеет никакого принципиального значения. Результат же всегда один. Качели. То есть, когда вы надавливаете на зуб, то вместо развода из-за непараллельности пластин и слабости штырей, начинает выгибаться тело пилы. Причем выгибаться при каждом нажатии по-разному. Поэтому, даже при одинаковых показаниях индикатора, вы никогда точно не знаете, на какую реальную величину на самом деле разведен зуб. Проверяется это очень просто. При повторном нажатии на рычаг, разница значения на индикаторе может достигать плюс-минус 10 и более единиц от необходимого значения. Это при условии, что пила будет хорошо пилить только при разнице развода в плюс-минус 2 единицы на всех зубьев. При разнице развода некоторых зубьев до плюс-минус 5 единиц, пила начнет пилить нормально, но быстро заволнит, так как часть зубьев уже почти не участвует в процессе пиления. При разнице развода некоторых зубьев больше 5 единиц в большую сторону, вы уже увидите отчетливые риски на поверхности пиломатериала, что ухудшает товарный вид продукции и, соответственно, его цену. Блок таких зубьев, расположенных рядом, может вводить пилом в сучках с образованием волны, что еще больше ухудшает качество получаемой продукции. При разнице развода некоторых зубьев больше 5 единиц в меньшую сторону, часть зубьев перестает работать совсем, увеличивая нагрузку на соседние зубья. Это особенно опасно, когда недоразведены сразу несколько зубьев подряд. Тогда следующий за таким блоком зуб будет постоянно испытывать сильные динамические удары, которые приводят к образованию волны на сучках, а также к ускоренному формированию микротрещин и в конечном итоге быстрому разрыву пилы. В итоге, на обычных разводных станках вы получаете каждый зуб с непредсказуемым разводом и соответствующее качество пиления. Теперь, когда вы знаете, в чем состоит основная проблема обычных разводных, покажем, что сделано в нашем разводном станке для того, чтобы у вас этих проблем не было. В нашем разводном станке тело пилы при разводе зуба зажимается не штырями, а по типу пресса центральной пластиной. Благодаря этому, тело во время развода зуба жестко фиксируется, что позволяет полностью исключить эффект качелей. Сколько бы раз вы не проводили проверку полученного развода любого зуба, разброс значений будет составлять максимум плюс-минус одно деление. Теперь объясним, почему это еще и полуавтомат. Чтобы начать развод пилы, вы всего лишь одним винтом, исключающим перекос, меняете вертикальное положение индикаторной платформы и тем самым выставляете необходимую для правильного развода высоту зуба. Затем производите развод этого зуба. Оставляя тело пилы в зажатом положении, вы ставите вал механизма толкания на три зуба в шестой по счету зуб от разведенного и упираете его в переднюю грань этого зуба. Откручиваете барашек опором механизма толкания на три зуба и упираете его в торец держателя вала. И все. Механизм толкания на три зуба устроен так, что он будет ставить под развод только на нужный зуб, причем ставить всегда точно, строго в одном и том же месте. То есть вам не нужно на глазок ловить каждый зуб. Ту же процедуру проводите и с другой стороной пилы. Такой механизм уменьшает время развода в два-три раза, но при этом обеспечивает четкую линию разведенных зубьев, без разворотов и скачев по высоте режущих кромок зубьев, так как развод каждого зуба происходит точно в одном и том же месте. В нашем сервисном центре четырехметровую пилу с двух сторон заточник разводят за 6-7 минут с точностью в плюс-минус одно деление. И такая сноровка достигается обычно после развода всего лишь нескольких десятков пил. В итоге при разводе пилы на РС-30-60 вы получаете быструю, гарантированную, точную разводку каждой пилы, у которой все режущие кромки зубьев находятся строго на одной линии с разбросом в плюс-минус одно деление. С таким разводом пила будет работать только хорошо. В заключение добавлю несколько пояснений по поводу сильно рекламируемых различных автоматических разводных станков и станков, производящих развод двух зубьев сразу. Станки для этого варианта сильнее всего рекламируются продавцами, потому что они вроде бы должны облегчать работу заточника, проводя автоматический развод или развод двух зубьев сразу на обе стороны пилы. Это очень хорошая рекламная лапша для ушей тех, кто никогда самостоятельно не разводил ленточные пилы. Те же, кто хотя бы раз готовил пилу к работе, прекрасно знают, что каждый зуб на пиле разводится индивидуально. Зуб всегда надавливается толкателем на величину больше необходимого развода. При отводе толкателя обратно зуб всегда отпружинивает на некоторые значения назад. Причем даже для одной пилы отпружение назад каждого конкретного зуба может колебаться от 5 до 25 единиц индикаторов. По этому значнику практически всегда приходится делать 2-3 нажатия, часто до разных значений индикатора каждое, то есть с разным усилием, для получения необходимого значения развода. Также встречаются зубья, которые пружинят хуже других и уже при одном-двух нажатиях до показания индикатора, как на хороших пружинящих зубьях, они остаются на значениях больших необходимого развода и их приходится специально отгибать обратно. Поэтому просто прокрутив пилу в станке несколько раз нельзя получить точный качественный развод. Теперь вам должно быть понятно, что одним нажатием хорошо развести один и тем более два зуба сразу просто невозможно. Даже на хорошо настроенных таких станках разброс значений составляет плюс-минус 10 и более единиц. Разводя пилу на таком станке, всегда надо знать, вы никогда не получите гарантированный хороший развод пилы. Развод всегда будет непредсказуем, и соответственно, всегда непредсказуемо будет работать пила. Посмотрите на этот плакат. В нем суммировано то, что вам было здесь рассказано. Вы узнали все о способах подготовки ленточек пил к работе, а также связанных с этим проблемами. И теперь можете осознанно сделать свой выбор по организации собственного участка подготовки пил из имеющихся двух вариантов. Первый вариант. Вы можете немножко сэкономить сначала при покупке морально устаревших обычных заточных и разводных станков, но потом иметь постоянную головную боль при ежедневной подготовке пил к работе, если не найдете хорошего заточника, а найти его на месте практически невозможно. Поэтому пилы будут быстро рваться, получаемые пиломатериалы в основном среднего или плохого качества, малая производительность пилорамы и в итоге малая прибыль. Второй вариант. Сразу заплатив немного больше, приобрести хорошие заточные и разводные станки, производенные нашей фирмой. И с первых дней работы, не имея никаких проблем, просто получать максимальную прибыль. Потому что пилу быстро и качественно может подготовить к работе практически любой человек. При этом пила будет работать в 2-3 раза дольше. Получаемый пиломатериал в основном хорошего и отличного качества. Распиловка может вестись на максимальных подачах. Соответственно, получать вы можете максимально возможную прибыль. Затраты на станки окупятся примерно за 1-3 месяца работы. В любом случае, каков бы ни был ваш выбор, хочу пожелать вам только успешной работы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!